Артисты-кукловоды в театральной иерархии занимают особое место. По мановению их рук на сцене оживают герои различных сказок. Народный артист Чувашии, актер-кукольник Петр Клементьев отпраздновал 60-летие. И почти 40 лет он играет в куклы. Театром, куклами и марионетками Петр Клементьев увлекся в детстве. Подражал знаменитому актеру Чарли Чаплину. В шестом классе будущий артист начал играть в школьном кукольном театре. С ребятами мастерили кукол и шили им наряды. В Чувашском государственном театре кукол артист сразу пришелся ко двору и сразу же получил имя в честь самого знаменитого русского балаганного персонажа Петрушка. Петя был сначала застенчивый довольно молодой человек, но постепенно он как-то очень развился интересно и вырос очень интересного, можно сказать, эксцентричного такого актера. Ну, я уже вот говорила, что одна из самых его запоминающихся даже для меня и в работе, и в исполнении роль, вы знаете, фильм есть «Свадьба в Малиновке». Вот там он играл ни больше, ни меньше, как по Пандополу. А это такой ярко выраженный одессит, причем, притом он играл это на чувашском языке. За почти 40 лет работы в кукольном театре Петром Клементьевым сыграно более 100 ролей. Коллеги отмечают, куклы, маски, марионетки, наручные и планшетные герои сливаются с артистом в единые образы. Всех он наделяет своим обаянием и чувством юмора. Все удивляются, как ты удивляешь, как ты оживляешь куклу. Я говорю, у меня это внутри, куклу беру, у меня она живая, и сердце есть, и все есть. Не хвастаюсь не всем давно оживлять куклу. Я душой, как ребенок, поэтому так получается, может быть, и манеры разговора нахожу, хотя 60 лет, играю в звездном мальчике, этого мальчика Оскара Уайльта. И тоже не может быть, говорят, в других театрах. Не может быть, я говорю, вот, хотя марионетка. На сегодняшний день заслуженный и народный артист Чувашской республики задействован во всех спектаклях. На юбилейном вечере юным зрителям представили «Ночь перед Рождеством» по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика.